Итак, всем привет, с вами ДПГ, продолжаем играть в Total Cringe за США. Ничего особого у нас не происходило, просто подстраивали потихоньку промышленность, потихоньку инфраструктуру, то-се. В этой серии продолжим делать то же самое, и потихоньку уже нашу военную экономику, я думаю, выстраивать. Так что, поехали. Начинаем с управления экономической войны. Китай, мы уже помогаем, отлично. И так потихоньку будем уже идти к войне, непосредственно, кстати говоря, можем этот фокус взять, получить 10 в военных заводах, это вообще звучит приятно, кстати говоря. И вот это звучит приятное, 15 темпы исследований. Вообще у нас, я вам скажу, по исследованиям все отлично, у нас очень много ячейк, и бафов на исследование тоже солидно. Исследовали мы, кстати говоря, первые наши танки, но пока что мы их, скорее всего, строить особо не будем. Но чисто в списочек добавить на будущее, конечно, можно. И вот мы переходим к изоляции, полной изоляции. Остается чуть-чуть менее душно. Это, конечно, приятно. Но что мы можем сделать теперь? На самом деле особо ничего такого. По крайней мере, именно экономически, да. Но все еще ограничено. Мы можем уже военное министерство сделать и некоторые вещи поставить. О, допустим, вот это приятная вещь, но пока мы не строим военные заводы, я думаю, нам это не так сильно-то и нужно. О, летающие крепости, 18 и B24, мы можем исследовать себе. 18 и B24, подождите, обычный или BD? Если обычно, то это не так интересно. Обычность. Ну, такое, короче, ясно. Вообще-то это все понятно. Наверное, дальше в экономику пойдем пока что. Я думаю, мы будем уже потихоньку начинать исследовать морские доктрины и воздушные. И, я думаю, в том числе и даже наземные. Хотя с наземными все еще грустнее, но надо уже начинать. И политика следующая пойдет как раз на советников на темпы следований. Кстати говоря, на теоретику. Вот, надо, да, сначала сделать закон о реорганизации, чтобы по литочке на это все потратить по меньшему, что нам много еще надо будет вставить. Итак, закон о реорганизации подходит. Мы нанимаем себе на огневую мощь, которая, смотрите-ка, еще артиллерию бафает. Солидно. И следующий у нас будет пионерам русской авиации, я полагаю. Смотрите, мы еще можем сверху накинуть. Здесь еще бафает нашей артиллерии. Это звучит очень любопытно, но я думаю, нам нужно и вот это тоже взять, тоже подисследовать. Слушайте, здесь прям есть очень солидные ребята другие. Да. Странбомбардировщики, минус 5 стоимости. Истребители, минус 8 стоимости. И то, и то мне нравится, но, наверное, пока что мы возьмем точно вот этого парня. Ну, дальше посмотрим. Еще, конечно, я бы хотел взять себе на истребители тоже. Хотя, слушайте, истребители, я думаю, так и так мы нормально отстроим. Давайте мы в страты пойдем. Да, давайте-ка мы пойдем вот сюда, я думаю, в страты. Будем фокусироваться на них, скорее всего. Да, мы все равно исследуем потихоньку какую-нибудь авиацию. Так что нормально, это эффективно все еще. Я думаю, пора заканчивать строить фабрики. Давайте, я там строю еще, видите, один военный завод, но это по квесту. Мы достраиваем здесь все. И потом переходим на инфраструктуру. А это значит, что мы сейчас будем скачать фокус на плюс 50% в скорости строительства. Это очень жестко. И Китай проигрывает очень по-жесткому. Давайте мы будем по максимуму пытаться помочь. Но у меня есть ощущение, что не проиграет. Ну, по крайней мере, в моих прошлых играх в этот мод Китай очень жестко постоянно проигрывает. Так что, судя по всему, у нас здесь будет точно такая же ситуация. Итак, закон наш о сельской электрификации подошел. Инфраструктура поехала строиться по-жесткому. Ну, давайте, наверное, вот это сделаем, да? А что у нас еще есть? У нас есть еще вот эта вещь. Я бы тоже был бы, на самом деле, не против это сделать. Хотя, хотя, слушайте, в целом-то... В целом-то уже, наверное, не так, что мне это и нужно. Объясненно говоря. Можем подумать про какие-то другие вещи. Вот типа морской комиссии. Да. Здесь у нас есть... Стоимость производства всего на минус 5. Вот это нам надо, да? И сменец. Вот сюда нам надо. Поехали. А еще, я думаю, есть смысл сократить заводские смены. 1 ТНП. Вот это опять с максимальной эффективностью. Для нас это нормально, я думаю. В целом-то. Можно... Можно поднажать. Так, отправить летающих тигров? Да. Обязательно. Я рад, что они это сделали. 300 халков. Мы отправляем. Поехали. Удачные охоты. Надеюсь, китайцам это поможет. Я очень хочу, чтобы, ну... Они продержались как можно дольше. Мы не лендились, ни добровольцев им отправить не можем. То есть, если Китай не продержится, то потом вот эта вся араба, которая сейчас здесь находится, будет сюда вторгаться, сюда атаковать Индию. Нам, конечно же, это неинтересно. Нам интересно, чтобы Япония там забуксовала как можно больше. Но... Кто-то мне подсказывает, что Китаю все. Конечно, да. Не очень у него как-то дела идут хорошо. Но, видимо, он просто не успевает какие-то фокусы прожать, которые ему лимит капитуляции поднимут, либо что-то такое. Ну, это, конечно, опять-таки не World of Blaze, где Китай вот и должен вот отсюда дожать и добить у него каждый город. А здесь... Вот они, наверное, возьмут вот этот вот город и все. У него, видите, даже, видите, у китайца фронт не закрыт весь. На север это все хорошо, но на эге вообще жесть. Итак, разработка военно-морских чертежей есть. Супер. Можем еще кучу верфей сильно накидать. И здесь кучу чего бафнуть. Это все, конечно, выглядит очень круто. Верфей плюс 10 мы лучшим. Получим 14 верфей. Ух, это все выглядит очень солидно. Давайте начнем со скидок на строительство, верно? Потому что мы уже много еще строим, и нам эти скидки будут очень кстати. Все меньше и меньше. А, ну все. Все меньше и меньше, и вот я на наших глазах буквально китай капнул. Ну, да. Так вот произошло. Это, конечно, нам, как я сказал, некоторые вещи усложнит, но в целом, я думаю, все еще будем чувствовать нормально. Самое главное играть в войну на море, а здесь уишек, как говорится, шансов никогда не бывает. И вот она, программа военно-морской имбы готова. И эскорты, блин, эсминцы вообще тоже было бы классно так поспамить. Вот еще минус 10. Да, здесь минус 5, еще минус 10, господи, минус 15. Это все звучит очень круто. Другой вопрос, есть ли у нас что-то интересней? Азиатская интервенция, поддержка войны вообще не так плохо выглядит. Радар на островах тоже звучит неплохо, но если что-то интереснее, это мы ждем 41-го, это поддержка войны на всякий случай, если нужна будет, я так понимаю. Но в целом, в целом, вроде как, вот это, наверное, нам есть смысл взять. Да, да, давайте тогда сюда и пойдем. Поедем вот сюда, подполучим 10 военных заводов и вечеринку исследований. И мы достроили всю инфраструктуру на нормальных территориях, здесь есть только без ресурсов. И я вот думаю, а есть ли смысл уже начинать военные заводы строить? Под изоляцией, конечно, не очень хочется, да? Но в целом, то сколько у нас он будет строиться один? 116. Вообще, вообще. Отчего бы уже и не начать, в принципе, на хорошей инфраструктуре, можно, я думаю, потихоньку и начинать. Так, а почему здесь 27? А, здесь левел прикольный, а здесь левел выше. Видимо, там от какого-то фокуса построилось еще. Да, начинаем уже строить. Строим всю инфраструктуру, типа, ну, куда все еще очень выгодно просто строить в нашей ситуации. А потом перейдем полностью на военные заводы уже. Сейчас смотрю, насколько они быстро строятся. Эти единицы инфраструктуры по 25 дней. Я думаю, все-таки, есть смысл дамаксить ее просто везде. Под этим 50%, господи, ну, потому что это очень быстро. Очень. И потом уже просто все застроить на военные заводы, как безумные. И знаете, что я думаю? Мы возьмемся благодаря авиации победу. Потому что здесь нету бафа на темпы исследований. Так что берем вот этот. И больше истребителей будет, но и самое главное, темпы исследований. И берем еще одну ячейку. Будем прямо исследовать все. Ну и качаемся по 35%. Можно еще, наверное, нажать даже сверху вот эти 5%. И кайфовать. Да, конечно, это вам не за какие-то минорные страны играть в этом моде. Ну, либо мини-развитые. Здесь вон накидали ячейк. Кайфуйте. Советов за Францию и Британию такого, по-моему, нету. Конечно, да. США приятные здесь. И начинают наши агенты потихоньку внедряться в Японию. Потому что уже пора. Нам нужно видеть хорошо их флот. Их вообще качественные и количественные характеристики все. Часть мы уже видим неплохо. Ну и, конечно, мы, в принципе, по морю превышаем. По военным заводам пока нет. Но это вопрос лишь некоторого времени. И я думаю, есть смысл взять вот эти фокусы на флот. Пока там все потерпит. Берем на флот, чтобы начать уже сейчас застраивать все это чудо. Потому что здесь очень много флота. Очень много флота дастся. То есть пойдем сюда. Вот до сюда, я думаю. Потому что Франция капнет уже к этому моменту. Хотя нет, еще нет. Не капнет. Ну ладно. Дойдем еще. Ну, в общем-то, производительность на верфи у нас будет просто космическая. И я чувствую, мы просто, ну, безумно развалим по морю. Ну, ничего, собственно говоря, неожиданно. Мы с США. На Японии бот. А вот и Япония принимает докторию натиск на юго. Американское владение ничего не угрожает. Ну, да, да. Верим, верим, как говорится. И вербуем побольше японских шпионов. Чтобы видеть больше информации. Итак, третий ректор требует мемель. И вот-вот, я думаю, начнется, как говорится. Давайте, кстати говоря, лоббирование делать. У нас, потому что кончается потешка. Нам она нужна будет. Скоро все начнется. А мы уже почти закончились с инфраструктурой, как я и говорил. Я думаю, это того стоит, потому что мы сейчас будем очень мощно строиться здесь. И везде у нас будут жестчайшие бафы под это. А еще забавный факт. У нас Филипина не в нашем Альянте, поэтому мы не можем там строить. Это немножко неожиданно сейчас было. Я ожидал, что я смогу это делать. Ну, вот видите, то есть... Блин, давайте тогда сначала сделаем вот этот фокус. Пожалуй, да. И там добавится фабрик всего. Пускай они под ними что-то делают. Нам нужно там какие-то укрепления иметь, то все. Ну и, конечно же, нам нужно туда войска завести. И вообще, наверное, стоит уже задуматься о том, как туда их перебрасывать и кого там держать. И, блин, не знаю, это из-за этого или нет, но я не могу туда дивизию отправить на гарнизон. Ну да, у меня нет права на проход. Давайте вот так сделаем. Вот, другое дело. Вообще, это очень странно. Ну, допустим. Это мы отправим сюда. Потом, на самом деле, чуть-чуть по-другому еще, наверное, сделаем. Там приказами именно поставим, чтобы они не бегали туда-сюда. А то мы знаем, как они это любят делать. И вот такую вот мы сделаем дивизию. Она будет чуть дешевле, чем наша пехотная. Она будет просто не рассчитана особо на атаку. У нее, видите, защита побольше. 85 прорыв у нее, а у этой 92. Ну, в общем-то, прикрепно, на самом деле, то же самое. Только атака меньше, а защита больше. То есть она больше держит урон. И авиация, которая там должна быть, она там, я думаю, будет. Мы туда должны ее добавить. Будет уже непосредственно работать. Сколько нам нужно? Наверное, сделаем один стакт армии и должна этого плюс-минус хватать. Да. Ну, да, я думаю, плюс-минус на все это чудо. Сколько у нас здесь? 7 этих морских портов, да? Ну, да, на это хватит. И давайте еще... Так, только не так. А вот так. Еще некоторое количество на потом на острова будем кидать. Я думаю, все 24 я хотел бы видеть на Филиппинах, чтобы точно их не потерять. И вот она начинается. Мы тут пока наш флот прекрасно исследуем. И еще какие-то фокусы. Ну, вот, колоняльные птицы сделали, да, получается. И пока ждем других вещей. Уходим в авеносы. Наверное, хотелось бы я. Но нет, мы сейчас пойдем в Кашинкаре. Я думаю, что 1 сентября национальная молодежная администрация, кстати говоря, удалена была. Любопытно. Ну, что ж. Что ж, Кашинкаре, поехали помогать союзникам. И параллельно, видите, мы видим всякие взломы, потому что, ну, надо. И продолжаем внедряться в Японию. Советский Союз тоже не теряет время и входит в Польшу с другой стороны. Ну, ничего для нас нового. Блин, так классно, когда ты можешь успевать и танки исследовать, и авиацию, и флот, и еще всю промышленность. Конечно, США в этом моде прекрасны. А еще я думаю, ну, знаете, что стоит сделать? Давайте вот это пока отменим. Я бы перешел на полную механизацию по той простой причине, что мы США, и мы, черт возьми, можем себе позволить. Если не мы, то кто еще себе это позволит? Итак, закон о линдлизе. Смотрите-ка, нам нужно атташе из государства Америки вот сюда отправить. Так. Да, теперь мы можем сделать закон о линдлизе. После этого арсенал демократии. Ух, как же нам насыпят сейчас всего. Как же нам сейчас всего насыпят. Поехали. Закон о линдлизе есть. Отлично. Убрали мы нейтралитет вот этот вот. Сипе. Супер. Теперь арсенал демократии. Ух, это приятно. А еще отменил салонный скиморский договор. Значит, что мы сейчас будем, скорее всего, переделывать наши авианосцы. Вот единственное, я чувствую, что вот это переделывать слишком дорого. Хотя, слушайте. Сейчас перерывное вооружение 2 900. Да. Есть ощущение, что в целом это не так, что и дорого. 2 900, это, видите, дороже, чем произвести такое же. Так что все наши легкие авианосцы мы можем переделывать в тяжелое. И это будет, ну, для нас, в принципе, выгодно. Бронирование уже выглядит не таким вкусным. Но все еще, кстати говоря, стоит того. Другой вопрос, нужно ли нам оно? Вообще, я думаю, почему бы нет. Пускай наши авианосы будут непробиваемыми. Еще только вопрос, что у нас по теху. У нас... Нам поставили 40-е уже авианосцы поставить. Давайте так и сделаем, наверное. Так что, ну, смотрите-ка. Сейчас берем вот это, потом берем все бафные исследования авианосцев вот здесь. Выходим в авианосцы и перекачиваем авианосцы и делаем новые уже. Вот, я думаю, все-таки мы, да, подгрейдим. Вот так. И будем сейчас конвертацией заниматься. Так, подождите, а что случилось? А, они типа стали теперь обычными тяжелыми авианосцами, да? И они легкими. А если... Можем ли мы их согрейдить? Такой вопрос. Да. Ответ да. И по ощущению это все еще как бы, ну, нормально по цене. Поехали. Эти мы достроим и про них больше не будем помнить ничего. А вот эти корабли, которые я тут ставил на производство, я просто пущу пока что вниз. Ну, можно, кстати говоря, отправить помощь в Финляндию, но я думаю, мы этого делать не будем, потому что нам надо, чтобы Советский Союз все-таки был посильнее. Верно? И арсенал демократии есть. Там пошла речь про арсенал демократии, но она здесь сделана так, что нельзя пропустить, так что мы просто подождем, пока она закончится. И масштабная механизация применена. Отлично. Теперь начинаем по-жёсткому вот эти все заводы делать, потому что основы открыт тех. И танковое производство тоже будет сейчас увеличиваться. Ой, как же нам классно накинули фабрики различные военно-заводов и верфей. Да. Прям кучу авиации теперь подстраиваем. Ну и флот, конечно же, нас тоже просто гигантский сейчас будет. И закончилась Советско-финская. Ну, как обычно, в принципе, ничего обычного. Сейчас выиграет франко-тайскую войну. Интересно. На самом деле, нет. И, ну-ка, это мы сделали. Теперь мы идем, скорее всего, вот сюда. Потому что скоро это разблокируется. А мы же скачаем себе, собственно говоря, авианосцы. Вот вместо этого, я думаю, поехала. Наша морская промышленность. Внедрились мы в армию, но вот агента захватили. Это, конечно, всегда неприятно, но нужно просто их вызволять. Вот и всё. Я думаю, к войне мы плюс-минус сможем, я думаю, выкачать доктрины, по крайней мере, ну, большую часть. У нас ещё целых полтора года на это всё. Я думаю, справимся. Да, даже, в принципе, можно сказать, два. А ещё у нас есть вот эта кнопочка на скорое строительство. Но, опять-таки, я думаю, мы пока всё ещё не будем её нажимать. А вот на темпы исследования, да, вполне, что нам они нужны. У нас, смотрите-ка, будет... А, да, будет добавлено изоляция. У нас атака изоляция. Странно, но, допустим... Ну, допустим, давайте сделаем прозит сверху, либо вот сюда. Я бы, скорее, такая-то American Intervention. Это мне нужна военная пропаганда, либо авиабаза США. Блин, мне, честно говоря, это не очень интересно. Вот эти мне вещи намного интереснее. Барга Германии звучит так себе, да? Это тоже звучит так себе. Потому что я не строю верфи, мне это не нужно. Это не пропустится, да, если у меня уже есть изоляция. Да. Просто я хотел бы план док отправить добровольцев, возможно. Либо пойти... Да, больше некуда особо. Ладно, нет, давайте-ка пойдем вот сюда. В скидке на, собственно говоря, авиацию. Поехали. Он захочет приобрести оружие. Конечно, мы им его продадим. Вряд ли это им поможет, но... Почему бы нет? Поехала визирюбунг операция в Европе. Германия высаживается в Норвегию. О, сэр Денитит не влияет больше на нас. Ну, закончились наши бафы на исследование безумное. Мы все еще достаточно быстро исследуем, тем не менее. И смотрите-ка, Даня почему-то... А, это нам. Все, я понял. Почему-то нам просто это написало. Даня отправила от своей торговой корабли, собственно говоря, в Британию. Так, а мы теперь, да, берем скидочку на истребители. Это, конечно, очень приятно. 12% господи. Так. 200 самолетов, это, конечно, интересно. Но стратегические бомбардировки мне нравятся вот здесь вот побольше. Мы сейчас сюда и пойдем. Это все остальное потерпит. И я бы хотел себе, конечно, сделать... Да, вот выйти сюда, пожалуй. И начать с морскими пехотницами работать. Просто я уже сделал себе шаблон. Ну, ничего особенного. Просто одна морская пехота. У меня... Я мог бы в личную артиллерию добавить. Ну, объясненно говоря, умею видеть... Она очень старая, где-то вот там, типа, находится, условно. А все исследовать легкую артиллерию только ради в личной, наверное, не сильно интересно. Поэтому пускай они просто будут оставаться морпехами. Ну, кстати говоря, Black Eyes Naval Event. Абсолютно точно не скопировано все с Black Eyes. Кстати. Но, ивент Black Eyes вский. Который разблокировал нам новые авианосцы. Кайф. Это все у нас устаревает. Ну, что поделать. Ничего. Мы не сможем второй тип на четвертый. Точнее, третий на четвертый переделать. Но качнуть все это мы сможем вполне себе. Четвертый двигатель. И корпус получше. Теперь у него 522 прочности. Это просто плавающие крепости, которые еще отстреливаются авиацией. Кайф. Black Eyes в действии тем временем. И я тем временем тоже смотрю, что нам вообще нужно по моторизации. Мы же полностью перешли. И нам нужно очень много легких транспортных средств. По улучшенным грузовикам не такой большой спрос, на самом деле. Но все еще есть. И я вижу, что по вот этим всем тоже пунктикам у нас появляются большие запросы. Которые нужно сейчас, конечно же, будет удовлетворять. Но в целом ничего, что наша экономика бы не могла покрыть. Я думаю, так. Ну-ка, и вот так тоже. Вместе с тем перевооружение наших авианосцев почти закончилось. Господи, сколько у нас их. Конечно, очень много. И это еще мы здесь ничего не меняли. А это тоже можно перевооружить. Ну, как вы уже заметили, мы идем полностью авианосцы. Линкоры мы игнорим. У нас эти линкоры, ну, будут, скорее всего, участвовать. Но посмотрим, насколько. Вот. Скорее всего, у нас получится несколько боевых групп. Плюс несколько боевых групп для патрулей под авианосцами. Мы будем достаточно боевыми. Вот. Но на этом, я думаю, это серию уже пора сканчивать. С вами Реддлутубгейм. Подписывайтесь, если вы, если друг, не подписаны. Лайки, комментарии. Группа Дискордов в описании, ребят. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок